Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич, Добрый день, Клим Саныч, Добрый день, всем привет. Начался чемпионат мира по футболу, событие планетарного значения, и под шумок нам раз, про пенсии, так незаметно по-военному, чтобы никто не отвлекался от чемпионата мира по футболу. Он всегда так делает, когда все тихо, раз, вот что-то. Вот что в 13-м году было? Ничего. А с 13-го года у нас идет, так называемый, соут, специальная оценка условий труда. Что это такое? А может, вы даже и не знаете. А потому что это вот по-тихому делалось, без всякого чемпионата. Я, кстати, узнал через полтора года об этом. Что оказывается, раньше, значит, ну как делали раньше, оценивали условия труда, приходит один товарищ с термометром меряет температуру, другой влажность меряет, третий меряет освещение, да, есть опасность, есть электромагнитные колебания, ну чисто материалистический подход. Тяжелая работа. Тяжелая работа, в килограммах меряется и так далее. Все это дело учитывается, ну, загазованность, запыленность и так далее. А теперь все по-другому с 13-го года. Как? А как? Вот я, допустим, руководитель компании, я приглашаю специализированную организацию. Раз я ее приглашаю, плачу ей деньги. И она приходит и смотрит, что у вас замечательные условия труда, Дмитрий Юрьевич. Я не сомневаюсь. Докер на море работает, на берегу, на свежем, чистый курорт. И чего ему тогда? Еще он такую зарплату хочет получать. Приходим, Дмитрий Юрьевич, Клим Саныч, та же самая ситуация. Красота. Столивар все время тепло. Считай, в баню сходил. Горячий цех, это же платно. Это же не холодный цех, это же теплый цех. Докладываю итог. Благодаря, значит, дорогому Дмитрию Анатольевичу, который, значит, при царстве, так сказать, правительственном которого это все проведено по-тихому, по-тихому именно проведено, никто не дернулся и никаких ни митингов, ничего. Но вдруг все стали обнаруживать, что исчезает. У вас была вредная работа? Уже не вредная. У вас особо вредная. Стало полезная. Вредная. Ну, почти полезная. Так, значит, вам давали молоко, обойдетесь, вот, пейте водичку. Вам давали... Здоровее будете. Да, вам давали к отпуску пять дней. Зачем это к вам к отпуску? Это, опять же, траты для государства, надо экономить. Короче говоря, и обрушилась вообще вся система обеспечения и охраны условий труда, и, соответственно, обрушилась вся система льгот. По-тихому. Это еще 13-й год, никаких санкций, ничего не было. Все, это все сделано. Значит, наш город Электротранс. Я, с вашего позволения, замечу, что я вот работал на заводе шлифовальщиком. У нас были здоровенные шлифовальные станки, стояли в подвале, в подвальном помещении. То есть, там у вас было прохладно, я, например, сразу делаю... Там вреднота была. За это нам давали по бутылке молока ежедневно и три дня к отпуску добавляли. Еще я ходил в народные дружинники, мне еще три дня к отпуску добавляли. И вообще неплохо себя чувствовал. А вот я бы вызвал Клима Александровича, он бы пришел и сказал, что вы работаете в подвале, и в случае атомной войны все пропадут... Вам одни плюсы. А, одни плюсы. Поэтому нечего вам доплачивать. Короче говоря... Так это вы речь ведете про государственное производство, я правильно понимаю? В чем государство? Или в частной лаве? Вообще, это общая оценка условий труда. Правила-то были у нас общие, оценка условий труда. Это же закон. Ну, в итоге, значит, вот наш город Электротранс. Там, значит, понятно, что кондуктор работает, все время разряды электрические, электромагнитные волны, это раз. Во-вторых, он пролезает между пассажирами, которых миллионы проходят. И в том числе и собирают болезни, какие есть. Короче говоря, все у них посыпалось. И дополнительные выходные, и дополнительные отпуска, и всякие льготы, и прочее, и прочее. И так посыпалось почти везде. Причем, если это раньше комиссия, в которой как бы на равных профсоюзах участвовала, здесь специализированная контора, ну, если я и заплатил, наверное, результаты будут нужны, поэтому оплачивает работодатель. Вот такая вот, не государство, которое как бы стоит над работодателем и работником. Хотя мы тоже понимаем, что государство подыгрывает, конечно, работодателям. Это понятно, государство работодателей. Но, тем не менее, вот это одна штука. Теперь второе. Ровно с 2013 года у нас ведется такая линия в экономике, что темпы роста равны примерно нулю. Единственное, я так сказать, всплеск был только тогда, когда в министерство имени Улюбаева переподчинили этому министерству органы статистики. Ростат, собственно. И, собственно, вот сразу у нас появился рост. Причём особенно меня интересуют, откуда такие вот данные насчёт того, что у нас бурно выросла продолжительность жизни. Не знаю, мы с Климом Исаановичем обсуждали. Я, например, не знаю. Дмитрий Анатольевич, когда бодро отрапортовал на заседании Дума, когда он по поводу вступления в должность отчитывался, что у нас рекордная продолжительность жизни, рекордная за всю историю исследований ОНОЙ, то есть с конца 19 века. Я тут же полез, вот прямо тут же я полез в Ростат на сайт смотреть таблички. И почему-то вот те цифры, которые он сказал, они там какие-то другие были. Несколько иные. Причём вы полезли? Я потом думаю, где бы ещё это можно было посмотреть. Полез я на сайт Министерства здравоохранения, и вот там я эти самые цифры нашёл в точности. Там примерно за 9 месяцев прошлого, 2017 года, посчитали ожидаемую продолжительность жизни. И вдруг оказалось, что в среднем по России ожидаемая продолжительность жизни почти 73 года в среднем. Ничего себе! А это всего лишь исследование за 9 месяцев одного года, и это не реальная продолжительность жизни, а это ожидаемая продолжительность жизни. Дмитрий Анатольевич об этом добростно умолчал, то есть, когда говорят ожидаемая продолжительность жизни, это шанс дожить до такого времени согласно данным статистике. Это не факт, что она будет именно такая, а конкретно какая где-нибудь написано? А конкретно какая, я вот в порядке подготовки к сегодняшнему разведопросу решил посмотреть, а как у нас продолжительность жизни. И вот я обнаружил, что мужчина, мужчины, 40% умирают, не доживают до пенсии, а женщины 10%. А вот если реализуется то, что продвигает Дмитрий Анатольевич, то мужчины до 60-ти лет, то женщин будет 20% умирать до пенсии, а мужчин будет 60% умирать. И тут разворачивается вот этот бизнес имени Медведева. Бизнес колоссальный. Вот те люди, те 60%, которые умрут до пенсии, они же сдавали, 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 за них предприятия сдавали, пенсионные сдавцы. А пенсию не получат? А пенсию они не получат? Нет, а другие. Вот за счет этих пенсий оставшиеся 40%, глядишь, и можно им даже и повысить чуть-чуть. И женщины мало участвовали в этом. Но, по крайней мере, женщин освободят от того, чтобы они в качестве бабушек сидели с малолетними внуками, а тем самым родители, которые и так не видят своих внуков при нынешней количестве времени и сверхурочных работах, чтобы они были лишены поддержки со стороны бабушек и дедушек. Все очень здорово продумано, все сделано. И все это делается в такой тихой манере имени Медведевской. Тихо, спокойно. А что касается, скажем, жизненного уровня, он просто постоянно падает. Начиная с 2013 года идет падение ежегодное, без всяких отклонений, стабильность. Это то, о котором говорят стабильность. Стабильно. Стабильно. И при этой стабильности сейчас уже, уже в 2016 году заработная плата реальная была 92,5% от 2013 года. Можно про 1913 год не вспоминать. А у пособия, доходы, пенсии и так далее 90,5%. Вот так. При этом, если вы скажете, что у всех такая картина, нет. Вот, скажем, количество долларовых миллионеров в 2016 году выросло на 10%. Количество долларовых миллиардеров на 11%. Если вы будете доказывать, что у нас плохая экономика, для кого плохая, а для кого и хорошая. То есть совершенно понятно. Теперь, по свежей данной, вот пришли за 2017 год, за 2017 год количество людей, которые обладают 500 миллионами долларов, выросло на 22%. Вот, Клим Александрович, будете вы после этого доказывать, что у нас плохая экономика? Кому как. Я вообще понял секрет экономики Медведева. Вот представьте себе, я стал бы хозяином предприятия, у меня тысяча человек. Вот собрал бы я всех и спрашиваю, Клим Александрович, ситуация плохая в экономике, кризис у нас, все время рассказывают нам про какой-то кризис, а вот смотрите, какие миллионы, миллиарды, миллиардеры, уже в сумках несут миллиарды, держат их и так далее, и все рассказывают про какой-то кризис. И вот, кризис не могу я больше содержать. Вы понимаете, что что-то надо делать. Я, наверное, закрою наше предприятие. Ну, у меня есть там какие-то сбережения, уеду на теплые берега и моря, ну, а вы уж не знаю, как будете. Но есть другое решение. На тысячу рублей будете меньше получать. Не умрете же? Не умрете. Умножаем тысячу на тысячу. Сколько? Миллион. Миллион. Ничего не надо делать. Миллион. Вот решение. Смотрите. Вот этим вот занимается товарищ Медведев. У вас еще была замечательная инициатива по замораживанию накопительной части пенсии. Да, все уже ее куда-то там оставляет. Значит, ничего не надо делать, ничего не делают в экономике, ничего не организовывают, никаких темпов роста, никакого технического прогресса серьезного. Все. Плюс заморозили полностью поступление кредитов в экономику, потому что, вот скажем, гражданка Набиулина, верный страж, вот как бы в деле Медведевском участвует, чтобы не попали российские деньги, не попали к российским промышленникам, никаким там, предпринимателям, никому. Потому что понизили банковский процент до 7,5, кажется, процент. 7,25. 7,25. И сказали, больше и больше понижать долго не будем. Почему? А потому что, если дальше понизишь, может быть, уже начнут брать кредит. А сейчас, получается, 7,25 плюс 7 эти паразиты берут еще коммерческие банки, 14-25, под 14 процентов. Может, промышленник. Промышленник кредит невозможен, только если наркотики продаешь. Да, все, то есть, все заперто. Запад не дает, потому что, значит, там санкции, эти не дают все делать. Ничего не делать, поэтому все делается для удушения экономики. Уже все говорят, что Набиулина действует на интересах иностранных государств. Товарищ Глазев, советник президента, говорит, что финансово-экономический блок действует в интересах иностранных государств. Так, его немножко пошатали блок. Товарищ один сидит в тюрьме. Но это недостаточно. Ну, недостаточно, но сидит. Это уже все-таки хорошее дело сделали. Это стрелочник называется. Так, вот этот самый Улюкаев, но этот стрелочник успел провести закон, чтобы не было стратегического планирования, заморозить закон о стратегическом планировании, чтобы ничего не планировали. А раз не планируют, может все это рассаскивать незаметно. Второе. Шувалф, главный рыночник, который сидел в правительстве, ушел. Тоже хорошо, два. Ну, хорошую монтажа отмечать. Дальше еще вот товарищ Дворкович, который отличился тем, что заявил, что студентам не надо стипендии платить вообще. Сам-то он получал в советское время стипендию и хорошую. А этим не надо. Не надо, чтобы люди, так сказать, средним остатком попали в вуз, а у кого есть деньги, они всегда ведь заплатят и поступят, и так далее. Да, я вот, извините, перебью, вчера какую-то новость читал, как эти студенты элитных вузов на двух квадроциклах, разогнавшись, ударились лоб в лоб. Высшее образование у людей, 4 трупа, 5-е в больницы в себя приходят. Это вот результаты нынешнего образования, я так понимаю. Кстати, результаты этих вот мероприятий нежнаглядно заведены по вывезу капитала в первую очередь. У нас за 2014 год, когда у нас Крым наш случился вдруг, и мы сплотились в русской весне, у нас вывезли за год 150 миллиардов долларов. Неплохо. 150 миллиардов, то есть понятно, что сейчас будут санкции, и нужно куда-то что-то припрятать. Теперь вот... 200 миллиардов, почти 50 миллиардов долларов у нас вывезено за 14-й, 15-й, 16-й, 17-й и 18-й год. Спрашивают, откуда деньги для пенсии взять? Теперь за время премьерства гражданина Мадивейова у нас изуродовано высшее образование, то есть специалитет, который был 5 лет, а на пятом курсе были спецкурсы, специальные курсы, которые связаны с будущей работой, сейчас говорят цифровизация экономики, то-сё, то пятое, десятое. Раз и срезали, и что? А вот 20% можно уволить преподавателей, потому что 20% нагрузки ушло, вот решение. Я не знаю, может быть, надо ещё убрать курс? Хватит трёх, а считаю. Всех трёх, хватит ещё, а потом два. А у нас решили сделать такую комиссию, которая будет выпускной, и кого? Говорит, давайте до работодателей. А кто работодатель для бакалавров, как вы думаете, кто? Дектора школы, дектора школы, потому что вузер не может работать выпускник бакалавриата, не может поступать в аспирантуру, вообще ему перекрыто всё движение, и вот они думали, что поэтому люди не распознают, что происходит, что происходит. Эту военную хитрость, которую задумал товарищ Медведь. Он же как объясняет сейчас вот свою эту пенсионную, не знаю, насчёт реформ, у меня язык не поворачивается, гадость какой-то, которую он предложил народу, подлянку. В чём подлянка? Что вы, дескать, смотрите, как вот долго живут до пенсии все остальные страны, а вот в России что-то очень мало. Ну, у нас есть люди толковые, например, профессор Золотов, Александр Владимирович. Который предложил в часах посчитать, а не в годах. В часах сколько? Ну, как вы, в рабочий день вы в часах, это же рабочее время, рабочую неделю в часах, год в часах посчитайте. А пенсию в годах почему-то. А пенсию посчитайте в часах. И вот мы получаем, смотрите, в Германии в часах 75 580, Франция 72 701, ну, у нас такого для сравнения больше таких крупных стран нет в Европе, так? А в России 76 088, то есть наши работники за это более короткое время работают больше, чем во Франции и в Германии часов. Ну, так если они больше часов работают, что вы собираетесь с ними сделать? При этом 10% женщин умирает, не дожив до пенсии, и 40% мужчин. А вот иногда, поскольку не все в органах статистики замкнулось, а иногда и в серьезных официальных изданиях, вот в правительственной газете, российской газете за 18 июня, я хочу привести некоторые данные, которые днем за днем не найдешь, которые говорят, что у нас происходит в экономике, что наша экономика, она еще и экономика больших смертей постоянных. Вот, пожалуйста, в прошлом году на рабочем месте погибли 1138 человек. Первое место заняли рыбаки, погибли 17 человек, коэффициент погибших – 43 десятых, коэффициент погибших – это число погибших на 100 тысяч. Средняя зарплата рыбаков России 38,9 тысяч рублей в месяц. Там рассказывают нам какие-то бешеные деньги. От себя замечу, что на Западе рыболовы, которые плавают на траулерах, это, во-первых, самые богатые пролетарии, а во-вторых, это самая опасная профессия – опаснее шахтеров, лесорубов, полицейских. Ну, они тоже самые опасные, вот на первом месте погибли 17 человек, ну их меньше. На втором месте строители – 214 человек, это 17,9 десятых на 100 тысяч специалистов в этой отрасли. Это я от себя еще добавлю, что это те строители, которые попали вообще в статистику, потому что масса гастарбайтеров, которые работают на стройках без всякого оформления, они там… Ну, это понятно. Еще больше. А те, кто отбиваются, у них средняя зарплата 34,8 тысячи рублей, там, где смерть, типа. На третьем месте водители – 39 человек, коэффициент погибших – 17,3, их средняя зарплата повыше 48,6 тысячи рублей. Потом следует лесорубы – 19 смертей, коэффициент 15,7, заработок – 37,4 тысячи рублей. Шахтеры – 128 погибших, коэффициент 12,9, зарплата – 51,8 тысячи рублей. Боряки – 8 смертей, но вот тут на 100 тысяч занятых – это 11,3, зарплата – 331 тысяча. – Неплохо. – Да. То вот моряки и летчики, и летчики еще. Также в список попали фермеры – 105 человек или 10,9 десяток. На 100 тысяч при среднем зарубке – 32,5 тысячи рублей. Вот и фермеры – 32,5. Пилоты – 9 человек или 10,5 на 100 тысяч, зарплата – 362 тысячи рублей. Но есть мусорщики. За год погибло 40 человек или 8,4 десятых на 100 тысяч работников. Платят им в среднем 22,2 тысячи рублей. И добрались мы до обрабатывающей промышленности. На десятое место попали работники обрабатывающей промышленности. Несмотря на то, что их погибло в прошлом году больше всех – 254 человека, коэффициент смертности составляет 4,4 на 100 тысяч занятых. Средняя зарплата в этом секторе – 34,3 тысячи рублей. Так вот, товарищ Медведев, лучше сказать, гражданин Медведев, своими провокационными предложениями приводит дело к тому, что в средний период, планируемый, прогнозируемый период здоровой жизни для мужчин будет один год, а для женщин будет три года. Вот решение, которое он предлагает. И все денежки, соответственно, у тех, кто погибнет, они могут использовать, не надо развивать экономику, ничего не надо делать. Сидеть можно, встречаться, можно выступать, делать, говорить и так далее. То есть, вот это вот предложение по геноциду народа России. Так я бы это оценил, то, что делает. То есть, у нас Медведев продвигает геноцид, и этот геноцид уже из многих составляющих. Это и это соуд по условиям труда, это и по зарплате, это и по продолжительности жизни и по пенсии. Я бы, кстати говоря, про пенсию еще уточнил важную вещь. У нас были такие прекрасные 90-е годы, которые организовали друзья, коллеги и единомышленники Дмитрия Анатольевича Медведева, в ходе которых, кстати говоря, и в начале 2000-х тоже, масса людей работала или в черную вообще, или в серую. То есть, они заносили в пенсионный фонд, или вообще не заносили денег, или заносили гораздо меньше, чем получали. У них просто не было выбора. Ну, и сейчас так происходит. Тогда это было суперраспространено. Я сам помню, я сторожем работал, мне сразу сказали, что деньги мы тебе давать будем. Кстати, неплохие платили в 1995 году. Но в пенсии вам это не учтут. Это вообще ничего. Там мы подписали бумажку, вот такую вот, что я работаю. Все, собственно говоря, на этом закончилось. То есть, я там вроде как работал, но по факту нет. Сколько предприятий пошло под нож в 90-е годы? Калорина. Вместе с многими предприятиями под нож пошли архивы. Вот, например, у меня отец начинал свою трудовую карьеру на объединении «Луч», у нас, которая находится на проспекте Металлистов. Точнее, находилась, прошу прощения, там светильники, лампы делали и прочее. Ну, теперь же не нужны лампы, светильники. А зачем? Ну, вот он пытался восстановить свой трудовой стаж в этом самом объединении «Луч», так сказали, что мы вообще не знаем, что это, где это, и вы там не работали таким образом. То есть, у него из трудового стажа ушло 3 года. И вот если у нас люди, которые просто не имеют документов, чтобы доказать, что они работали, из-за, кстати говоря, друзей Дмитрия Анатольевича, которых организовали там 90-е годы, они будут работать не до 65 лет, они будут работать до 70 лет. То есть, значит, судя по продолжительности жизни, они до пенсии просто точно гарантированно не доживут. Так как хорошо. А вот, Климен Александрович, а вот если 30% сейчас получают серую зарплату, про которую вы рассказывали, 30%, то это неприступная политика председателя правительства. Все он за это отвечает, между прочим. Если вот председатель правительства, что это такое, что 30% не учтённые, они не платят никакие взносы. Ни такие, ни сякие, ни этакие, ни пенсионные, ни медицинские. Ничего. И это вот при его, так сказать, руководстве правительством. Отсюда какой вывод? Отсюда вывод такой, что надо или что-то делать. Или одно из двух. Дмитрий Анатольевич, да. Или, как говорится, он хочет, видимо, получить лавры, какие были у Бориса Николаевича. Вы не помните, какие открытия сделал Борис Николаевич? Великие, социальные, первое открытие. Экологическое. Вот вы рассказывали, половина завода закрыта. Это же хорошо. Конечно. У нас теперь можно в Неве даже вовте ловить рыбу спокойно. Да, чистая вода, чистая вода. Второе. Вот при коммунистах дураки были, они сняли и строили предприятие, и потом бесплатно распределяли жильё. Но не дураки. А зачем строить? Вот смертность начала расти, вот она у нас растёт и превышает рождаемость в течение всей продолжительности пребывания гражданина Медведева на посту. Представитель правительства, да главное, Мерила. Вот скажите мне, что у нас с рождаемостью и смертностью. А с рождаемостью и смертностью. Вот в 17-м году смертность очередной раз превышала рождаемость, и у нас увеличение численности населения только за счёт механического прироста из других государств. Мы их, так сказать, оформляем, и всё. А рождаемость ниже, чем смертность. Это что, нормально? Это нормально? Помогают? Помогают. Ещё была бы большая смертность, если бы... Материнский капитал составляет примерно 4% от расходов пенсионного фонда. Нет, мы, говорит, решим сейчас. Сколько ещё продлить? А что, потом не надо будет, что ли, помогать? Не-не-не надо. Потом женщин это деньги в основном не даёт. Вот если материнский капитал, это кому будет? Если я банкир, мне положат банк. Он у меня будет, я вам буду давать. А вот если ваш сын пойдёт в ВУЗ, когда он станет большим и будет 16-18 лет, вот тогда мы оплатим. То есть, и тогда будут платные ВУЗы. Или вы решите построить жильё. Для этого нам нужно иметь 90% денег на это жильё, а 10% вы получите тогда из материнского капитала. Если у вас нет 90% на жильё, то вы не получите. То есть, это банковский капитал, на котором написано, что он материнский. Ну, что-то, какие-то денежки из него получить. Можно всё-таки. Так как, собственно, и пенсионный у нас фонда, он же у нас... Но мы ведь, давайте по итогу смотреть. Итог-то какой? Смертность, выше рождаемся. Ну, смертность у нас, умирают люди. А вы собираетесь и умирающим людям, которые умирают, причём вот я процитировал, на производстве умирают. И умирают в течение всей своей жизни. И мне сейчас вот звонят со всех сторон. Я вот пришёл, не по-своему. Все звонят, говорят, всё, ведь мы не доживём. Это ужас вообще, что делать. Люди же думают, что это всё. Вот они начинают примерять себя. И говорят, мы из этого не доживём. То есть люди понимают, не отдохнуть. Ну, а не должно быть наоборот, а наоборот должно быть вот с точки зрения прогресса производства, причём с точки зрения прогресса какого угодно. Пусть будет буржуазный. Ну, скажите, просто в буржуазных странах сокращается, в конце концов, рабочее время. Ну, реальное рабочее время однозначно сокращается. Сокращается. Во-первых, сокращается дневной. Дневное время. Время, рабочий день сокращается. Раз. Постепенно. Во-вторых, увеличивается отпуска, то есть годовой рабочее время сокращается. В-третьих, вот это вот то, что я цитировал. В ходе работы, кстати говоря, увеличилось. То, что я вот цитировал, количество часов. Это количество часов, если они начинают увеличивать срок выхода на пенсию, то при этом сокращается всё равно число часов, в которые люди работают. То есть, весь мир, про который они говорят цивилизованные, как будто мы не цивилизованные. Действительно, мы дикари. Ну, кто у нас дикарь? Может, премьер-министр у нас дикарь? Ну. Значит, если во всём мире идёт прогресс, почему? Это потому, что историческая миссия капитализма. Капитализм всё равно развивает производительные силы. Производительные силы требуют сокращения рабочего времени. Сокращение… Это было, даже если мы возьмём, начиная с рабов, и будем рассматривать всё это движение с главной производительной силой всего человечества, с работником, с трудящимся, всё это сокращение, 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 сокращение. А выгодно это капитализм? Конечно, выгодно, потому что он грамотный, рабочий, обученный, работе на современной технике. Нет нашей норовятся гастарбайтеру, гастарбайтеру, гастарбайтеру. То есть дело-то не в гастарбайтере, а не в квалифицированных людей. И у Маркса есть в Капитале специальный такой вопрос о границах применения машин. Машину применять надо тогда, когда зарплата начинает становиться очень большой. Если она маленькая, то зачем применять машину? Ну и надо выкупать канаву небольшую, 5 работников. Большой, 500. 500, надо, 5000. А вот если вы такую зарплату им поставите, нет, я лучше куплю станок, экскаватор шагающий, и без всяких этих работников выкупать. Поэтому это все разговоры про роботизацию на фоне того, что у нас все больше и больше не квалифицированного труда, еще и не оформляемого и так далее. То есть это, так сказать, все это дело, между прочим, премьер-министра, за который он должен нести ответственность. А он решил из этой ситуации вынырнуть. А как вынырнуть? Очень просто. Вот сейчас я посмотрел вчера, куда не зайдешь по вопросу о пенсионном возрасте, везде показывают, как Владимир Владимирович выступает. И говорит, пока я президент... В 2005 году на встрече с избирателями ежегодной. Вот. Пока я президент, не будет повышения пенсионного возраста. Может, он говорил про тот президентский срок? Нет, пока он президент... Потом он еще говорил то же самое в 2011 году. Вот. И в 2013 году я это все смотрел специально. У нас есть образованные подковные люди. А, в 2012-2013 году, прошу прощения. Президент, и Клима Александрович знает, что... Ютуб, к счастью, все помнит. А вдруг ситуация экономическая изменилась? А вот его голос Саурона, Песков, вместо президента почему-то выступил и сказал, что... Ну, это же сказано было давно. Что вы вспоминаете-то, пятый год? Вы бы еще 905-й вспомнили, вроде того, что... А вот я считаю, что это со стороны Дмитрия Анатольевича приглашение Владимира Владимировича покинуть пост. Похоже, да. Ну, такое. Не разочарчивое предложение, да? То есть, если у него все проходит сейчас, у Медведева, то тогда уже надо и товарищу Путину как-то... Ну, если хочешь быть честным человеком, дескать. Ты же сказал, что пока я президент, не будет этого. А раз это будет, значит, надо как-то освобождать. И тогда есть. Он более молодой, он уже немножко посидел. И уже успел тогда во внешней политике себя проявить по событиям в Ливии. Сдав Ливию с параками. С уничтожить Ливию. Он дал добро на то, чтобы не голосовать, не голосовать, а право в это не использовать. И накинулись, как дикие звери на Ливию, уничтожили. Породили целую цепь. А вот теперь он уже во внутренней политике себя проявил уже. И опыт у него большой. Он и председатель. И столько много уже сделал. Вот мы сегодня так все обсуждаем. Сколько много он всего сделал. Правда, в основном против народа. Но во всяком случае... Для некоторого его сегмента небольшого он сделал, все хорошо. Вот смотрите, теперь Дмитрий Анатольевич, он еще молодой. А Владимир Владимирович, это последний срок, как он говорит. Но уже вот он все к этому приготовил. И как бы уже приглашение есть. Ну, раз проходит вот его этот вариант, то как бы надо самому, как порядочному человеку, Владимиру Владимировичу, вроде как и уходить. Вот такая у него получилась картина. Это вот он так все обставил хорошо. Как человек такой скользкий. Хитрый, хитролумный, говорят. Да, еще по-другому говорят. Но вот он так все это хорошо обставил. Епифан казался жадным, хитрым, умным, платоядным. Я бы Дмитрия Анатольевича в 17 веке в сапера бы взял, потому что он умеет вести тихие сапы. А вот если, как говорят, вот люди стали жить дольше, как говорят, и мгновенно у нас образовалось из-за повышения продолжительности жизни такое количество пенсионеров, что вот уже никак. Уже надо повышать пенсионный возраст. Так или? Да нет, конечно. Во-первых, сначала надо понизить рабочий день, сделать 6 часов. Давно уже сказано, надо 6-часовой рабочий день. Он вводится в одной, в другой стороне. Надо идти в ногу с техническим прогрессом. Вот у вас будет 6-часовой рабочий день, когда мы в часах посчитаем, тогда у нас будет мало. Тогда можно и поработать. Никто не отказывается работать. Люди-то ведь идут на пенсию, и те, кто может работать, тот работает, потому что... Пенсия-то маленькая. Мы что, не знаем, что люди не работают, потому что они не могут? Потому что они выработались. Пенсионер – это человек, который... Не каждый конкретный выработался, а в целом вот люди этого года, они выработались настолько, что основная масса не идёт работать, хотя очень хочет. Больные они. Больные не здоровы. У меня, честно говоря, вообще загадка. Я вот, например, твёрдо знаю, что после 35 лет на работу устроиться, куда бы то ни было, достаточно проблематично. Ну, например, у нас в милиции крайний срок поступления в Академию МВД, вот он в 36 или в 35 был, по-моему, ты уже не нужен. Возраст у тебя уже такой, что не надо. В 45 лет – это ещё проблематичнее. А вот в 60 куда пойти? Мне вот интересно, вот куда меня? Вот мне 57 лет, куда меня варить? Лидович, вы думаете о вашем трудоустройстве, а Дмитрий Анатольевич о своём трудоустройстве думает. Это правильно, конечно. А чего вы тут забиваете своими проблемами? На самом деле это большой вопрос, потому что если вы повышаете пенсионный возраст, так вы должны сначала подготовить полную инфраструктуру, чтобы принимать людей с ограниченной трудоспособностью на работу. Потому что, например, я, например, дальнобойщик, к примеру, работа не самая простая – владеть большой грузовик. Я вот лет до 57-и доработаю, потом я просто в этот грузовик не залезу и ухну по дороге, поэтому мне нужно оттуда увольняться и идти куда-то ещё работать. А куда я в 57 лет смогу работать? Просто большой вопрос. А Владимир Владимирович сказал? Дальнобойщик, я же дальше не смогу работать? Давайте все-таки. Владимир Владимирович сказал, что будет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих. Но не сказал, когда? Да. И каких? И каких? Высоковкуферс? Я возбудился, но ничего не понял, где красота это. Будут туда забрать людей за 60-е. И сразу ликвидировали ЗИЛ, на котором было в своё время 120 тысяч человек, и мой коллега, товарищ Шишкалёв, известный полярник, и рабочий, потомственный этого самого завода, доложил, что разрезали цех, который готовил, собственно говоря, самые, так сказать, части высококвалифицированные для автомобиля. Ну, а зачем нам ЗИЛ? Всех роботов разрезали, пришли с лидерами и разрезали. Если есть Берседес, зачем? Да. Берседесы гораздо лучше, с них денег можно получить гораздо больше, и делать ничего не надо. В том ЗИЛе, который делал раньше и машины для высших лиц государства, теперь там ничего не делать на коленках сделали это всё, без особенного производства. Всё это то, что сейчас показывает. Ну, там 10-15 машинных гостов можно сделать и больше, но так же и лучше. Мы ещё не все заслуги, вот, Дмитрий Анатольевич, давайте сравним с заслугами Бориса Николаевича. Вот он экологическую задачу решил? Да. Жильём решил? Жильём как он решил? Вот, видите, строили, строили, строили. А если народ вымирает, то можно вообще не строить, потому что если поделиться... Квартир всем хватит. Квартир на число людей, их становится меньше, и, значит, на человека получается больше. Зачем строить? Вот решение. И третья задача, которую решил, вот ещё к ней приближается Дмитрий Анатольевич. Задача была такая. Во времена Бориса Николаевича средний возраст мужчин ещё так и не махинировали со статистикой. Был 59 лет, я хорошо помню. 59 лет. Вот мой коллега приходил в поликлинику, у которого он был, я говорил, я Аксакал, пропустите меня. Его пропускали. Потому что 59... Какой ты, Аксакал? Он говорит, у нас 59 лет продолжительности жизни мужчин, а мне 61. И его с уважением пропускали. Так вот, 59 лет, а выход на пенсию в 60. Вообще не надо было платить мужскую пенсию никому, вся мужская пенсия оставалась в пользу государства. Единственное, вот картины портили женщины. Сейчас вот их немножко тут вот в этом смысле прижали. Вот сколько прибавили мужчинам, всего 5, а женщинам 8. А то они, видите ли, рожают, с колясочками ходят по свежему воздуху, пока мужчина отдыхает на диване, они, значит, все бегают, там хлопочут. Вот пусть поработают еще. Вот правильство полов. Вот сколько много хорошего сделал Дмитрий Анатольевич. Но поскольку это не понимают, вот надо бы сдвинуть еще Владимир Владимирович, и тогда бы все хорошо. Он же вперед же думает. Он же стратег. Стратег. То есть стратегической планирования России не надо. А вот его стратегической планирования, вот тут есть. Вот картина. И вот можно сказать, что в этой ситуации еще одна, там, задумка у него есть ведь, на 2% повысить НДС. Это по кому ударит? По всем. По всем, наверное. А по всем. А вот смотрите, вот вы когда выходите из магазина и берете чек, а в чеке написано, в том числе НДС. Вы знаете, что предпринимателям там НДС, которые переходящие, ее возвращают. А вам кто-нибудь возвратит? Нет, конечно. То есть вот... Я кефира купил, НДС заплатил, и производителю кефира, соответственно, кусок этого НДС занес. А тут еще, так сказать, мадам Набиулина с подачей товарища Медведева и других этих либералов держит 4% инфляции. Что такое 4% инфляции? Это значит 2% из вашего годового дохода будет изъято. Почему? Потому что оно вот так же идет, не прямоугольник, а треугольник получается. И поэтому, значит, если 4% инфляции, 2% будет реальной зарплатой изъято. Если зарплата считать 40 тысяч рублей в месяц, значит, за 480 тысяч за год, ну, из них 2%, это 9600 с вас просто так снимают, мадам Набиулина, у которой 30 миллионов в месяц зарплаты. Хорошо же. Интересно устроено, да. Хорошо же сделано. Ну, я так считаю, что, поскольку Дмитрий Анатольевич данный пост занимает много лет, наверное, он справляется со своей секретностью. Или наоборот, уже не параллельно. Ну, потому что Владимир Владимирович, когда его представлял в Думе, я сам слышал, сказал, что, ну, Дмитрий Анатольевич в представлениях не нуждается, занимает пост много лет и отлично справляется, сказал Владимир Владимирович. И представил нам Дмитрий Анатольевич, который немедленно после Владимира Владимировича высказался о том, о чем мы сейчас имеем обсуждение. Ну, вот, понятное дело, что обеспокоились теперь, ну, представители трудящихся. Во-первых, первым обеспокоилась конфедерация труда России, ПТР, куда входят моряки, авиадиспетчеры, докеры и так далее. Вот эти товарищи обеспокоились и сказали, что мы создаем штаб борьбы вот с этим делом, что это такое наступление на наши права и на жизненные условия, с которым мириться нельзя, потому что вопрос идет о жизни и смерти. После этого Федерация Независимых профсоюзов России стала думать. Думала, думала, и раньше в нее выступила КПРФ и сказала, что мы будем референдум готовить. И тогда вдруг и Федерация Независимых профсоюзов России тоже призвала уже регионов проводить митинги, протесты и так далее. То есть, выступать против этого. То есть, все организованные, уж самые, можно сказать, слабые, всякие разные профсоюзы, не такие уж и боевые. Вот я ни разу не видел в последнее время, чтобы какие-то организации ФНПР выступали за повышение зарплаты. Ни разу не видел. Никаких не было. То раньше выходили, какие-то митинги были, выступали, говорили. Тишина полная. Все договариваются. Наверное, у руководства все хорошо. Но тут, видимо, уж совсем. Поэтому все, собственно говоря, организованные в профсоюзу работники выступают против этого. Законопроектный вопрос стоит таким образом. Или это правительство, так сказать, уйдет, или уйдет его председатель, или, так сказать, будут у нас большие события. События, связанные с тем, что Дмитрий Анатольевич готовит революционную ситуацию в России. То есть, надо тоже готовить. Это когда вверхи не могут уже управлять, а низы так уже тоже не могут. Ну, вот он, значит, и не хотят. Значит, вот он готовит. У него заслуги есть, он готовит революционную ситуацию. Раз. Второе, он нам убедительно теперь показал, кто еще не понял, что при социализме жить лучше, чем при капитализме. Вот наглядно. Сейчас, сейчас. Поэтому мы должны вот это отметить как позитивное. Правда? Тут есть одна опасность. На это дело могут натравить Леху Навального. Леха уже подключилась. Уже сам натравился. Сам натравился. Все пропало. Нет, не все. Это значит, они за компанию Дмитрием Анатольевичем. Это только они между собой. Это естественно. За компанию. Вот она, компания, одна. И они тоже создают эту самую революционную ситуацию. Вот события какие. Значит, спрашивается. Ну, хорошо. А вдогонку, извините, перебью. А вдогонку. Вдруг, позавчера примерно, мне начали звонить товарищи из бывших коллег по МВД, ФСБ и другим интересным структурам. Так. Которая глубокого бурения. Дмитрий, а ты слышал про такое, что теперь ФСБ, МВД и армия на пенсию будут уходить в 45, как по-прежнему, два месяца получать пособие, а свою военную, милицейскую и КГБшную пенсию, получать с 65. О, как? Да, хорошо. Но совершенно очевидно, что пуля, понятно, но звонят массово и все встревожены, блатные города встревожены. Что вообще происходит? Но правоохранительные органы, чтобы правоохранительные органы переходили на сторону народа? Они есть народ. Нет, ну это, конечно, пуля. С другой стороны, мне тут другое, между прочим, идёт, чтобы обеспокоилось, это было вполне ожидаемо, у меня бог с ним, это, конечно, тоже важно, милиция, армия и КГБ. Я примерно за... Вот когда у нас это сведения о повышении пенсионного возраста прошли, вот я примерно за это время получил только в социальной сети контакт, сейчас скажу точно, я считал специально, 137 писем от моих, так сказать, всяких знакомых, которые говорят, ну мы, конечно, очень любим Родину, но мы, ты знаешь, скорее всего, поедем работать, трудоустраиваться там в Францию, Таиланд, Новую Зеландию, Австралию, куда-нибудь издалека Родину полюбить чуть-чуть. И, кстати говоря, это же просто выпихивание квалифицированных молодых кадров, ну вот просто выпихивание, потому что, скажите, пожалуйста, я человек, скажем, ну там 27 лет, допустим, было бы неплохо, кстати, вот, у меня есть неприятная перспектива, что работать я буду до 65 лет за очень непонятную зарплату, которая ещё планово понижается по 2% в год. А потом ещё будут понижаться. Ну это пока по 2%, вот, и тут у меня возникает перспектива, я неплохо знаю английский язык, у меня, например, зовут Новую Зеландию, работать за зарплату в 3 раза больше, в 3 раза больше. У меня есть вот молодая семья, за которую некоторым образом беспокоюсь, наверное, у меня будет серьёзнейший позыв оставить Родину и любить её с другого полушария. И уезжают же вовсю. Причём в первую очередь квалифицированные кадры, которые могут себе позволить уехать. Вот я бы хотел поставить один теоретический вопрос с этим. Вот у Ленина как-то есть высказывание, что вот этот недостаток не может быть поставлено ему лично в вину. Я думаю, что и Медведеву тоже не лично в вину надо бы поставить. А надо это вывести, видимо, из противоречий капиталистического производства. Как вы смотрите на это? Строго заложительно. А вот смотрите, мы уже с Климой Александровичем обсуждали, известно, что капиталистическое производство – это производство прибавочной стоимости. Да. А прибавочная стоимость бывает абсолютная? И относительная. И относительная. Относительная – это значит, давайте технический прогресс, умелость, обучение, сноровка и так далее. Улучшение условий труда, кстати. Сокращение рабочего времени, потому что без этого не будет и образования, и сноровки, и обучения. И тогда вы будете получать очень большую прибыль. А есть абсолютная прибавочная стоимость. А как ее получать? За счет удлинения рабочего времени, за счет ухудшения условий труда. Снижение зарплаты. Снижение зарплаты. Усиление эксплуатации. Вот. Вот. Мы уже за Дмитрия Анатольевича. Да. Сейчас упрекаем. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, давайте его оправдаем. Он просто выражает вот эту тенденцию к абсолютной прибавочной стоимости. И вот если он будет, если вот мы поддадимся, если Россия будет по этой линии идти, как капиталистическая страна, ее не сочтены. Поэтому это гибель России. Поэтому дорога, если вы при капитализме живете, ну, ориентируйтесь на относительную прибавочную стоимость повышения производительности труда. Да, при этом можно зарплату повысить, а вывели вырастет еще больше, потому что если производительность труда растет быстрее зарплаты, значит, в продукте и на единицу продукта меньше зарплата, значит, прибыль больше, и, пожалуйста, получайте призму. То есть, есть капитализм и капитализм. В данном случае Медведев является реакционером не по отношению к социализму. По отношению к социализму весь этот класс является реакционным. Но он является реакционером по отношению к современному капитализму и к капитализму вообще. Потому что, как у капитализма есть реакционная составляющая, есть прогрессивная, он развивает все-таки производительность, но развивает. Ну, так вот, Медведев не хочет развивать, и не может, и не умеет развивать производительные силы. Поэтому я думаю, что вот все эти митинги, все эти разговоры, они должны быть не просто против того, чтобы этой самой пенсионной реформы, которую она выдумала там Медведев, они должны быть за то, чтобы это временное правительство Медведеву снять. Ну, если введет в такую сторону. Оно временное, следовательно. Мне кажется, что тут есть несколько более глубокое противоречие, потому что это противоречие не внутрироссийское, а внутрипланетарное, потому что у нас давным-давно с конца 19 века рынок глобальный, то есть общий, а значит, в этом общем рынке неизбежно будет, как отрицание собственного отрицания, присутствовать один момент и другой, регрессивный момент, соответственно, регрессивный момент в мире есть, есть какой-нибудь там Непал, Бирма, Бангладеш, это же все отсталый упадочный капитализм, которым питается прогрессивный капитализм, а мы таким образом выступаем в этой прекрасной когорте Бангладеша и Непала, Бирма. И будем блокироваться с огненной землей. Будем блокироваться с огненной землей, и Папуа Новый Гвинеи, там неплохо. Ну, то есть мы как этот, как субстрат. Да, я думаю, вот это выразитель, которые расцветают прекрасно. Поскольку Дмитрий Анатольевич такой сделал, такое хитрое приглашение Владимира Владимировича покинуть под президента, я думаю, мы вот втроем можем тоже сделать прямое предложение Дмитрия Анатольевича, покинуть, то есть премьера. Ну, послушать много людей, я думаю, Дмитрий Анатольевич, вот, Дмитрий Анатольевич, вы же знаете, вы же знаете, что много послушают. Я получил массу сообщений, что, как обычно, организована некая петиция на американском сайте Change.org. У нас масса любителей на американских сайтах писать какие-то петиции. А дело не в том, что они любители на американском, дело в том, что вот люди, которые хотели бы на нашем РОИ, они там очень трудно зарегистрироваться. Ну, не очень, но трудно. Очень трудно, надо, вот, если вы сидите у компьютера, это невозможно. Надо пешком идти. Потом надо идти пешком в МФС, вот прямо наши товарищи трудящиеся, рабочие, пешком пойдут в МФС регистрироваться. Поэтому вот они там, где можно было голосовать, там голосовали. Могу привести вам пример, что вот, типа, мы сочинили петицию относительно запрета на увековечивание памяти нацистских преступников и их пособников. Надо 100 тысяч подписей собрать. Ну, собрали, по-моему, 12. 12, вот. То есть, даже, казалось бы, ради такого дела, которое всех бесит, возмущает и все считают его правильным, задницу оторвать лень, и никто никуда не пойдёт. А вот на этот дурацкий Change.org они бегут и проголосовали против вот этого пенсионного, так сказать, змеи. Миллион человек уже проголосовал на берегу. Материн, что лишь помогает оторвать задницу, согласитесь, он же это способствует. Способствует. Это же время, хочу было быть, какой-то должно быть хорошее, хорошее, что-то надо отмечать, всегда оправляют, согласен. То есть, если люди, так сказать, ну, как-то всё они, да ладно, да ничего, да переживём. Ну, потом говорит, ну, вы знаете, вот русский человек, он долго может переживать, очень долго запрягает. И это вообще, то есть, игра с огнём очень большая. Тем более, как я думаю, когда народ поднимается, ни армия, ни органы охраны порядка, они будут против народа идти. Но у меня был интересный разговор. У меня был интересный разговор. Однажды, значит, водитель трамвая, товарищ Дружиневский, митинг организовал прямо вот на Васильевском острове, там, где Средний проспект, и 8-я и 9-я линии. И вот там народ стоит, а он объясняет, что вот Мерседесы, не дают проехать. Мы раньше проезжали за 40 минут, теперь, значит, полтора. И Дружиневский был известен тем, что наезжал. Если они поставят на рельс, он, то они к трамваям и наезжал. А потом они виноваты, были эти Мерседесы, потому что надо пропускать. Вот. И вот стоит милиционер, грустный такой, говорит, ну, что вы тут устроили, что вы стоите? Да вот сейчас, если бы какая-нибудь пушка стреляла, все бы разбежались. А я говорю наоборот, вот когда народ поднимется, все пушки будут стрелять в одну сторону. Он так посмотрел, и да. И сразу согласился. Потому что не надо будить. Вот, ну, как не надо, может быть и надо, может и хорошо, может быть хоть, вот мы вроде пытаемся будить, давайте, выступайте, боритесь, не получайте. А вот Дмитрий Анатольевич помогает нам. Единственный будильник, который есть в мире, не только в России, это жареный петух. Только жареный петух может кого-то реально разбудить. То есть, присвоить, предлагаете звание Дмитрия Анатольевича в имя жареного петуха. Так точно. Хорошее звание. Ну, сейчас-то футбольный чемпионат, тем более наши победили внезапно второй раз. Да. Они победили кого? Египтян и Саудовскую Аравию. Такие футбольные державы могучие. Они бы еще сборную Бирма победили. Не преуменьшается. Вот эти попали, но итальянцы, например, не попали на чемпионат. Все по-честному. Да, все по-честному. Египтянин сам себе гол забил очень удачно, хорошо начал матч. Видимо, ему подарили два верблюда из Запада. Хороших. Ну, народ как-то отвлечен, на мой взгляд. Так это же все специально одновременно сделано, потому что сейчас все уже давным-давно купили себе билетики на чемпионат, все радуются, кому интересно. Мне вот неинтересно, я не радуюсь. Я вот тут общался с моими друзьями, с которыми мы учились вместе в ВУЗе. Я так покаюсь некоторым ясительством, расспрашивал, говорю, а вот помнишь, ты курс на втором или на третьем? Ты мне говорил, что ты политикой не интересуешься. Ну, я тогда уже топил советскую власть со страшной силой, кстати, под воздействием Михаила Васильевича я включился в эту работу, я понял, что надо что-то хотя бы словом сжечь, хотя бы глаголом. Ну, политикой, я говорю, не интересуюсь, мне твоя советская власть вообще неинтересна. Я говорю, а вот когда тебе говорят, что если ты не интересуешься политикой, политика неминуемо заинтересуется тобой. Вот сейчас политика материально интересуется тобой. Это, между прочим, оно и есть, потому что у нас что бывает? У нас же бывает неостановимая классовая борьба, она идет всегда. Кто не понял, вот это вот, это проявление классовой борьбы, ну, почти в высшем ее выражении, потому что класс крупной буржуазии борется с классом пролетариатов и под классом мелкой буржуазии, вот таким вот образом. Это оно и есть. Да. И вся эта наша жизнь есть борьба. Так точно. Поэтому, если вы сами не будете бороться за свои права, то бороться будут с вами неминуемо. Я бы даже сказал, вас заборют, даже не напрягаясь. Да, я хотел бы напомнить, что вот товарищ Сталин в собрании сочинений вспоминает эпизод того, о том, как бывает на Енисеи, на Енисеи пороги. И вот, говорит, если люди, так сказать, попадают в течение, их несет на пороги, то есть вот два разряда людей, одни в страхе, что их сейчас разнесет, ложатся на дно лодки, и тогда их точно разбивает, и никого живого не остается. Либо на весла, и живее, и сильнее, и эти люди выплывают, и живы остаются. Ну, наступили такие бурные времена. Тут, так сказать, вот не отсидишься, отсидеться уже не получится. Потом, сколько бы они уезжали, все не уедут. Россия слишком большая. И некоторые говорят, я здесь был, я от мамы не уеду. Это мама заболела, что я должен уезжать, что ли? Надо маме помогать. Если Россия в чем-то нуждается, надо ей помогать. Поэтому у нас патриотов в России очень много, и они, конечно, их позвали на борьбу, хотя их позвали таким странным образом, так сказать, как вы показали, что им выхода просто другого нет. Так что вот мы сейчас будем наблюдать бурное время борьбы, и причем подлым таким образом это вот все сделано во время чемпионата, дескать, сейчас тут все запрещено, вроде выступать. То есть все это некрасиво выглядит, все это некрасиво, Дмитрий Анатольевич, неприлично. Это не так не делается, так не делают честные политики. Так делают политики. Ну, есть пример, как раз стало вот это вот любимое рассуждение про демократию, как оно про демократию все решает народ, потому что власть принадлежит народу. Любой может выступить. Вот конкретный пример, кто и куда может выступить, хотелось бы узнать. Кто может высказать этому какое-то противоречие, ну, я имею в виду действенное, поорать-то мы всех гораздо. А результат-то какой? Ну, поори. Вот тебе демократия. Вот за этого проголосовали. А он назначил вот этого. А решения этот принимает такие, что вы теперь, я не знаю, как дальше этого вообще. А переголосовать-то вы теперь сможете только через шесть лет? Да. Только. И интересный вопрос, а как вообще в целом-то? А в целом это называется, что всякая государственная власть – это диктатура правящего класса. Да, многие открытия. Я вот спрашиваю, товарищи, а что такое диктатура? Мало кто отвечает. Диктатура – это власть, не ограничена никакими законами. Причем она не ограничена? Ну, потому что законы примет этот же класс и примет, поэтому он действительно не ограничен. Поэтому не бывает такого государства, в котором бы не было диктатуры. Поэтому, когда нам рассказывают, что вот была диктатура, диктатура всегда была. Она была при рабовладении, это была рабовладельческая власть, была при феодализме, это была диктатура феодалов, она при буразном строе. Вот вам диктатура, вот вам хотят насильно народ, так сказать, заубить, заставить трудиться столько, чтобы он рано умирал. Это тоже диктатура. А есть диктатура рабочего класса, когда целью производства становится обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития не некоторых, а всех членов общества. Всех членов общества. И Ленин это курсивым писал. И так и было. И так и будет, в конце концов. Потому что к этому, в конце концов, ведут не только положительные действия людей, которые выступают за трудящихся, но и вот такие отрицательные действия, которые показывают вот это мурло этой самой буразной диктатуры. Вот наелись уже, товарищи, кричали, мы хотим перемен. Вот вам перемены. Хотите перемен? Вот будете умирать раньше срока, будете болеть, и к вам 80 километров будут ехать только для того, чтобы попасть в врачи в сельской местности, как сделали сейчас. 80 километров надо проехать. Господи, какая там сельская местность? Вот у нас построили, например, замечательный жилой комплекс в Девяткино. Есть такая у нас, точнее, у нас такая была станция метро Комсомольская в Санкт-Петербурге, крайне северная. Теперь она Девяткино. Вот у нас там масса домов. Они, как выяснилось, все находятся не в городе, они находятся в субъекте Мурино. Так вот, в новом комплексе нет станции скорой помощи вообще. Она есть в Мурино, но... Это другой субъект федерации. ...там построили такое количество домов, что если там вдруг, ну, туда сейчас заселятся люди, десятки тысяч человек, ну, неминуемо там кто кому-нибудь прихватит, вот 100%, такого не бывает. И как эта скорая помощь, интересно, будет туда ездить? А в поликлинику куда-то ездить? Это одна дорога двухполосная, по которой люди утром час выезжают и вечером два заезжают туда, и скорая помощь никакая, там вообще не проедет. Это тоже. Пара тупых вопросов. Да. А вот там к вопросу про серые зарплаты в конвертах и всякое такое. Грубо говоря, если ты человека берешь на зарплату, ну, например, в 40 тысяч, то ты еще за него будешь платить там, мое почтение, мутрирую, 70 будешь платить. Получается, что от тебя-то в эти пенсионные фонды и прочее занимают, отнимают еще, ну, не столько же, но очень много. 30 с небольшим, да. Очень много отнимают, именно поэтому не хотят платить нормальную зарплату. Раз. А это какое-то наше такое явление отечественное, вот, такое государственное, ну, осталось от Советского Союза, а на Западе, может быть, я не знаю, и про это вопрос, что я получаю тысячу долларов, зарабатываю в месяц, и из них, допустим, там, 200 несу в банк ежемесячно, я оставляю, и это мой личный пенсионный фонд, потому что лично мне как-то вот непонятно. Вот я всю жизнь работал, начиная с 17 лет, и сейчас вот мне 60 скоро будет, я оплатил деньги, я считаю, что они мои, эти деньги, я считаю, что я должен иметь право их забрать, например, проплясать в один день, потратить на алкоголь девок и всякое, как в последний раз, или там оставить детям, или отдать в какой-то благотворительный фонд, но у нас получается, что я ни к каким этим деньгам никакого доступа не имею вообще, и даже если я ушел на пенсию, помер, мои дети не могут эти деньги получить, ни к чему. А на Западе как устроено? Ну, на обобщенном Западе, типа вот я получаю штуку баксов, 200 баксов отношу в пенсионный фонд или 100, неважно, они у меня копятся, 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 и к моменту выхода на пенсию вот я накопил вот столько, не государство из меня вычитало, а я когда-то там 50 баксов заносил, когда-то 300, но у меня образовалась вот такая сумма, и она вся в моем, так сказать, полном владении, может так правильнее? Это у нас... Вы хотите разрушить всю систему, которую настроил товарищ Медведев? Это у нас... Вы хотите что сделать? Вот вы говорите, я, 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 я. Какая низость? На вас рассчитывают, что вы не доживете до пенсии. Естественно, не доживут. На вас рассчитывают. И денежки эти пойдут на что? Заплатить? На что им полезно? Если Прима Александрович не доживет, тому заплатят. То есть никаких денег не надо, ничего не надо делать. Ну, это крайне странно. Получается, что мои деньги государство непрерывно пользует где-то там. Они же не лежат просто так. Их куда-то там вкладывают, оборачивают, наживают. А я как? Нет, а кто у нас государство? Он же буржуазный. Вы буржуазие, что ли? Ну, в общем, да. Ну, нет, вы не буржуазие. Это у вас просто форма такая, организация производства, а на самом деле нет. Поэтому и не думайте. Тут, на самом деле же, тут всё делается буквально с одной целью. Потому что у нас пенсионный фонд, у него куча управляющих компаний, которые не вполне государственные. Ну, вроде как государственные. Да, да, но не совсем. Но не совсем, да. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть гигантский страховой рынок, просто гигантский. Посмотрев на это дело, сейчас все умные люди скажут, так я на пенсию уйду даже не в 65 лет, а я уйду в 50. То есть я накоплю, если смогу, конечно, до 50 лет просто в своём собственном пенсионном фонде вот такую сумму, и идите вы все лесом, а я работать перестану. Но это же они куда деньги-то понесут? Они деньги понесут опять же в частные страховые конторы. А там их? То есть это лобби, которое просто ведёт к тому, чтобы деньги... Вы же сказали в банк. У кого у нас? Банков нет, Дмитрий. Деньги, чтобы распределялись или через контролируемые непосредственно государством частные пенсионные эти самые фонды, или напрямую частные пенсионные фонды. Это же просто лобби, которое проталкивает такого рода законы. У вас трёхлитровая банка есть? Есть. Вот в эту банку, если будете складывать, у вас никто не заберёт. Если не будет грабежа. Тут есть опасность, что постоянная инфляция, она же всех касается, и как-то вот то, что в банке лежит, оно тихо-тихо обесценивается. Точно так же, как то, что ты заработал в 20 лет при Советском Союзе, и то, что тебе насчитают сейчас, это совершенно разные деньги. У меня, например, ничего не обесценивается, так что у меня такой суммы, которая бы долго лежала, вообще не бывает. Ну, в общем, как обычно, с одной стороны, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, так непонятно, и рук-то нет. А что откладывать-то? То есть при этих закладах в 34 тысячи рублей, а что ты там отложишь? 500. Конечно. 500 можно отложить, ну, обесцениться всё, сколько у нас инфляции, это да, и что будет, ну, баксы закапывать. Покупайте баксы, потом выяснится, что баксы потом вы не можете реализовать в рубли. Потому что вдруг скажут, что всё, не имеет хождения. Я, в общем-то, вот при советской власти я работал там на заводах, фабриках и всякое такое, у меня там живейшие просто примеры. Значит, когда я работал, тогда пенсия начислялась по двум последним годам, т.е. чтобы максимум ты пенсию мог получить, надо было два года ударно поработать. У нас было много тётенек, шлифовщиц, и тётеньки перед пенсией там бомбили так, что только пар валил от станков. Ну, и дяденьки, соответственно, тоже. Далее, торжественные проводы на пенсию, т.е. это все уважаемые люди, туда-сюда, ветераны труда, всё как положено, действительно заслуженные проводы на пенсию, ура, проводили. Максимум проходит полгода, и некролог висит, и мы все дружно отправились Петровича хоронить. Хороший был человек, ну вот. Это потому, что ты пахал-пахал-пахал, а потом дёрнули рубильник, ты остановился, организм не тот уже. Как только ты перестаёшь работать, это отрицательно скажется. Значит, мораль. Ну, и тогда было тоже не сахар, но теперь это что-то вообще-то. И тоже не сахар, я тоже свидетель, у меня отец работал в литейном цеху, там на 10 лет раньше выходит на пенсию, он вышел на пенсию, и после этого я через полмесяца получил половину месячной пенсии, поскольку и похоронил. Так что и тогда это было. Ну, отсюда какой выход? Отсюда выход такой, что назрел вопрос сокращения рабочего дня. То есть прямо противоположный тому, что делает Медведев. То есть самое, прямо противоположное, нужно сокращать время работы, переходить к 6-часовому рабочему дню, увеличивать время отдыха, увеличивать отпуска, а отпуска у нас совсем маленькие, или вынуждены люди работать в эти самые отпуска. Ну, это же как в анекдоте, что корову надо кормить реже, а дать чаще. Тогда будет больше молока. Всем понятно, что это идиотипа, а это... То есть нас вот Дмитрий Анатольевич, можно сказать, подвиг к пониманию того, что, а, надо возвращать советскую власть, во-первых, а во-вторых, он же вас к этой мысли привел, признайтесь, Дмитрий Анатольевич. Я в параллельной реальности живу. Я вот только, извините за это самое, вернулся из круиза по Средиземному морю. 5 тысяч человек влезает на пароход, из них вроде как 700 русских. Это вот к упомянутому вначале появлению количества состоятельных граждан в России, когда всё идёт вниз, а часть граждан почему-то непрерывно богатеет. А так это же закон сообщащих сосудов. Конечно, как говорил Ломоносов, что нишо никуда не изникает, и из ниткиля не берется. Поэтому если в одном месте 10 тысяч человек стали получать 10 тысяч рублей, а раньше получали 30, это значит, что 20 миллионов остались совершенно бесхозные, и 50 человек распределят между собой по 4 миллиона. Неплохо. Вот, да. И замечательный пример ещё, так сказать, несколько отвлекаясь уже. Замечательный пример. Прибыль в город Неаполь. Я страстный любитель фотографии. Город Неаполь просто вот лучший в плане фотографирования. Всё, как в фильмах, то, что мы смотрели там 70-е, 60-е. То есть, жуткие улицы, страшные балконы, трусы, висящие поперёк улиц, везде какие-то страшные машины, жуткие мотопеды там. Вернувшиеся на пароходы граждане, скорчив рожи, что мне Неаполь вообще не понравилось. Ну, какая-то там нищета, грязь, безобразие. Ну, вообще-то, если ты не в курсе, это страна Большой Семёрки, это высоко развитый капитализм, самый, так сказать, прогрессивный, а вот так, если ты... Неаполь это вообще одна из старец Италии. Да, да. А Нужуйское королевство. Не в курсе, вот так вот живут люди в стране Большой Семёрки, а ты-то, видимо, не так живёшь, да, как-то это у тебя вот по лицу видно, что-то ты непонятным, недоволен. Реалии сильно отличаются. Да. Мне кажется, надо ещё одну, так сказать, вот, доту тут нам проиграть. Это а то, а что должно было делать правительство Медведева? А мы об этом уже говорили, и не раз. Да, не алкоград. Во-первых, у нас есть закон о стратегическом планировании, который товарищ Уликаев, когда... Гражданин. Гражданин Уликаев, пока он был министром, договорился, что он будет заморожен. С Медведевым договорился, заморозили его. То есть, у нас 70% ВВП вырабатывается на госпредприятиях, 70%, а никакого плана на эти 70% нет. То есть, это просто вырабатывается. Поэтому, что делают отдельные эти самые компании, которые являются государственными, но на самом деле действуют как сейчас. Они себе набивают зарплаты. Зарплаты какие? Там Роснев 24 миллиона учили на управление. Неплохо. Значит, Газпром 15 миллионов, ОРЖД 5 миллионов и так далее. Банк, не беспокойтесь, там тоже хорошие миллионы. Да, при этом у нас основных фондов Газпрома 55% сейчас составляет. При этом Газпрома... Я про остальных боюсь даже подумать. Решение – это вопрос одно. Значит, если будет единый план на государственный сектор, но вот этот государственный сектор как единое целое находится в общем государственном управлении, выполняет задания, и так просто воровать уже не получится. Потому что надо думать об экономических таких путях ликвидации этого бесконечного воровства, которое просто все границы сейчас переходят. И воруют уже миллиарды. Меньше, чем миллиард, уже редкость какая-то. Это раз. Второе. Кто может сделать этот план на Академию Новгорода? Дайте ей обратные институты, которые у нее отняли и сделали клуб ученых. Верните ей. Но это же стыдоба. Какие-то чиновники командуют учеными, что им делать. Выделять надо деньги, а ученые пусть решают, как на что потратить. Два. Значит, вот план будет. После того, как есть этот план, на частный сектор дайте заказы. Есть такие люди, которые будут отказываться от госзаказов? Нет таких. В природе не существует. И у нас эта экономика будет планироваться. Планироваться по существу, как в Китае. А в Китае есть 55% госсектора, а остальные 5-летние планы. 13-й 5-летний план. И все это направляется в нужное русло. Я замечу, что при этом никому не мешают зарабатывать деньги. Никому не мешают. Там, пожалуйста, никто говорит, вот вы говорите, что там социалистическая страна, а там миллиардеры. Но там переходный период. А как вы хотите. Переходный период – это капитализм, социализм. Но он направляется куда? На развитие, на созидание. Дальше. Значит, если есть планы и заказы… Там страшное дело. Семента, да, да, за 2 года. За 2 года больше, чем заказы, да-да-да, так и есть. Теперь, что нужно для повышения тембов роста? Как будто это какой-то секрет. Первое, что надо заменять технику старое на новое. Но если у нас 10-летний цикл замены техники будет сделан, значит, 10% каждый год надо менять. Где это меняется? 10%. Вот только что про «Газпром» привел пример. А 10% – это означает, вот у нас больше 170 триллионов основные производственные фонды, значит, 17 триллионов должно идти только на замену. Это издержки, это не прибыль. Это издержки. Это должно войти не в зарплату, те, которые себе набивают карманы, а вот сюда. Дальше. Что сделать, чтобы… Сразу получите прирост, потому что вы старые поменяли на новые, и у вас, естественно, в том числе цифровые, и вы получили прирост производительности труда. Плюс вы хотите увеличить темпы роста. Только очень просто увеличить число рабочих мест, тем более у нас есть безработица, и станков, машин, оборудования, средств производства. Это что значит? Это значит, надо взять прибыль и в соответствии с тем, что это капитализм, капитализировать часть прибыли, не отправить ее, так сказать, за границу, а, скажем, установить норму для госпредприятий 80%, для частных предприятий 60%, вы должны, никто вас не отбирает, но вы пустить должны в производство, сами, сами. Что хотите, то вы производите, но не туда, а сюда. А что вы отлавливать пытаетесь, как Путин с медведем пытается обратно, это рыба лукла, они хотят за хвост ее оттуда достать. Не достанете в эти деньги. Вот здесь надо. И зарплату надо платить, соответственно, повышать. Тогда люди пойдут покупать, будет спрос. Кстати, для меня это гигантское удивление всегда было, что когда говорят, что если мы сейчас будем платить большие зарплаты, будет инфляция. Я говорю, товарищи, если бы вы вот прочитали любую, любой, даже не учебник, методичку по экономике, там написано, что большая денежная масса внутри страны – это повышение спроса внутри страны, т.е. каждый рубль, потраченный внутри страны, это рубль, заработанный внутри страны. Это же, по-моему, не нужно быть доктором экономических наук, чтобы такие простые вещи просто как дважды два понимать, это же просто примитивно. Наполеон Буанапарте, между прочим, не был никаким экономическим гением и вообще не имел экономического образования, даже примерно, он был артиллерийский офицер. Однако это… Считать умел, значит. Ну, как медведев, он же тоже не имеет никакого экономического образования. Но при этом Наполеон Буанапарте, как только у него кончилась война в первой фазе, он умудрился за два года во Франции сделать такую экономику, что англичане забеспокоились и вынуждены были Францию давить военной силой, потому что там взлёт ракетой просто был. Так, теперь, значит, вопрос второй – о деньгах. Ну, так вот, если у нас есть денег, и у нас их все время пытаются все время покупать какие-нибудь активы иностранные или отправлять по традиции, которую завёл Кудрин Соединённый США от Америки, ну, давайте… На помощь американской компании. Давайте мы процентную ставку, уже все говорят, я уже не знаю, я не знаю ни одного порядочного экономиста, который бы не сказал, что нужно процентную ставку сделать, ну, полтора-два, полтора-два, в Америке полтора. Ну, вы же хотите, как в Америке, ну, сделайте, вы же с ней хотите соревноваться, ну, так вы сделайте так, как в Америке полтора, и уберите эти коммерческие банки, которые не нужны, сделайте их отделениями Центробанка, и чтобы один раз сдали по этой ставке, сразу можно было бы получить под полтора, а не полтора плюс семь. И будут деньги, и будет строительство, и будут заводы, и будут фабрики, и всё это будет двигаться. Чего тут такого неизвестного? Дальше. Что нужно ещё сделать для того, чтобы сократить рабочий день, чтобы люди могли подготавливать себя к работе на сложной технике, чтобы они могли обучаться, чтобы они пришли отдохнувшими? Как вот человек может заниматься, что-то разговаривать про цифру экономики? У вас и будет цифра смертей. Вы сделаете так, чтобы люди могли, уже всем доказано, книги написаны. Вот я принёс Клим Санычу и вам тоже книжку сейчас подарю, которая называется «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития». То есть, во всём мире уже все понимают, что нужно сокращать. Вот и тут, значит, друг Медведев придумал, как увеличить рабочее время. Увеличить. Тогда, когда надо сокращать, увеличить. Вот это нужно сделать. Дальше. И стимулировать надо сокращение рабочего. Вот вы сделали более высокую норму – сократить вам рабочий день. Персонально, как награждать. Ленин так говорил. Чем награждать? Морально и сокращением рабочего дня на известный период. Вы, если норму делаете за два часа, ну и дать вам два часа в день работать. Пусть другие забидуют. Что будем делать, спросили вы у Старо, сказали, завидовать будем. К вам сразу, если вы так делаете, сразу придёт нормировщик с секундомером померить. Это в Хрущёвские времена так делали. Ну, я при Хрущёве не работал. Было 0,6-х, такая статья была в октябре, что рабочий написал, что говорит, ну, невозможно стало, как ты что-нибудь повысишь, сразу нормы раз и вниз. И смысл не то, чтобы они сделали передовые нормы, связанные с техническим прогрессом. А если нет никакого прогресса, чего вы нормы-то режете? Ко мне приходил нормировщик, когда я задавал вопросы, почему мне так мало платят. Приходил нормировщик, мерил, а потом, отводя в сторону, за рукав, говорил, Дима. Вот такой нормировщик. Поскольку ты не бухаешь, ты там ударник коммунистического труда со всех сторон, я тебе вот, лично тебе говорю, ты, если я сейчас тебе вот это вот пересмотрю, ты ещё меньше денег получаешь. Поэтому не кипишу и сидеть, и тогда решалось по-другому. То есть, были алкоголики, которые там прогуливали, ещё чего-то, и всю вот эту работу спихивали им, потому что они обязаны были, а хорошую отдавали мне. А вот теперь такой нормировщик стал премьер-министром. Отлично, отлично. Вот тебе вот прямо такой. Ничего полезнее для страны, по-моему, придумать нельзя. Абстрагируясь вообще, это уже который раз вы повторяете. Хорошо, нет у нас больше коммунизма, хорошо. Да, ну ладно. Теперь у нас есть капитализм. Так, почему капитализм, вы вообще не понимаете, как он работает, или наоборот, вы понимаете, как он работает, но хотите довести его до ручки? Хочет довести до ручки. Разбудить народный гнев. Потому что он выражает абсолютную прибалочную стоимость, а не относительную. Ну, как у нас… Ну, не читал человек капитала, я не знаю. Как таких людей можно подпускать к руководству? Это не субъективный фактор, это абсолютно объективный фактор, потому что у нас экономика находится в прямой зависимости от иностранной экономики, и это объективное выражение интересов не нашего капиталистического класса при всех его минусах, а иностранного капиталистического класса. Кто хочет, пожалуйста, поинтересуйтесь, какое количество людей, которые у нас находятся у руля высших экономических наших предприятий, имеют второе гражданство. Граждане Англии, Израиля, там что ещё? У нас же просто выяснится вдруг, что половина их-то просто иностранные граждане. А я уж молчу о том, какое количество процентов нашей экономики просто находится в иностранной собственности напрямую. Вот, например, у нас флагман автомобилестроения АвтоВАЗ. Он же у нас теперь принадлежит не вполне российской компании. Вот Рено, Ниссан, например. Франка японский. Так точно. Ещё один момент касательно вывоза капитала за рубеж. Никто ведь не выступил опять сразу, сколько? 150 миллиардов увезли или сколько? 150 только за 2014 год увезли. За 2014 год никто не выступил, обратите внимание, на благословенном Западе, что эти деньги украдены у русского народа. Надо их немедленно изъять у варья и вернуть русским. Это пока, да. Но когда их изъимут, русским их не вернут. Нет, это называется так, их арестуют, их арестуют, а раз арестуют, то сами банки-то могут давать в рост эти деньги, и вот они будут давать. То есть они к вам не придут. А куда-то придут. Как тут Иран обвинили в том, что это они здание этого Всемирного торгового центра самолётами заторанили, иранцы, оказывается, да. О! Не саудиты, нет, саудиты хорошие. Это иранцы проклятые. А поэтому из замороженных иранских активов мы там этому 8 миллионов долларов, этому 5, этому 4, а вы там визжите со своим эталой сколько хотите, а мы у нас всё хорошо. Отлично. Я думаю, что нашу буржуазию поставили сейчас в очень хорошее положение. А если на Западе у неё могут отобрать, здесь могут посадить за воровство. Поэтому ей надо заняться тем, чтобы получать относительную прибавочную стоимость. Она никак не может понять, чем ей надо заниматься. Вот это купи-продакшн-интернешнл-ЛТД, это уже проехали, уже так невозможно развивать экономику. Надо заниматься производством, создавать заводы, создавать фабрики, создавать новые средства производства, внедрять. Что-то мы не видим таких вот. Да, у нас за прошлые годы, 17-е, по всей стране было отечественных станков произведено 370 штук. Прекрасно. Это, видимо, покрывает все потребности России. Да, нет, потребности России покрываются за счёт Китая, Тайваня и Белоруссии. И всё, больше никто нам не даёт. Нет, от отсюда нам никто не даёт. Нет, там в три ступеньки, в четыре, когда итальянские станки продают в Китай и Юго-Восточную Азию, кругом завозят к нам, потом итальянских рабочих наладчиков, которые якобы едут в отпуск, они едут в Россию налаживать станки. В общем, дешёвые станки приходят. Секретно. Дешёвые станки. Ну, это после такой дороги для военных производств, да, и цена там явно не такая, как надо. Ну, подводя итог, замечательное начинание, чё? Вот я даже не знаю. Вы же сами всё поджигаете, вы сами вызываете там всенародное недовольство, вы сами провоцируете очередные майданы. А это первый раз, что ли, такое? Да нет, конечно. И никакой Лёха Навальный тут. Народный гнев, мне кажется, не отведёт. Я думаю, что лавры Навального показались очень заманчивыми для Медведева. Он решил, как Лёха, что ли? Как Лёха, да. Будь как Лёха. Да, будь как Лёха. Будь успешен, да. Будь как Лёха. Спасибо. Вам спасибо всем. Дмитрию Анатольевичу спасибо. Дмитрию Анатольевичу. Подавайте в отставку, самое хорошее дело, я вам советую. Могу я посоветовать? Пока ещё можно. У нас есть демократия? Могу я посоветовать? У нас есть свободная страна. Я лично вот советую Дмитрию Анатольевичу подать в отставку. Это будет честно, хорошо и понятно. Самое время вот сейчас. И тогда всё будет, всё успокоится. И уже будут люди довольны. Даже работа будет ещё такая плохая, а уже люди успокоятся. Вот это вот надо. А сейчас на чемпионат. Не портите нам чемпионат. Да. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok